Здравствуйте! С вами снова программа «Тысяча. Одна история успеха». В одном из наших прошлых выпусков мы уже рассказывали о проекте «Бастал бизнес». Сегодня мы продолжим рассказ о реализации этого проекта на примере Буландынского района. Напомним, проект «Бастал бизнес» и инициированный Национальной палатой предпринимателей на сегодня реализуется в пяти районах Акмолинской области. Один из них – Буландынский район. На данный момент уже сотни Акмолинцев прошли курсы по предпринимательству. На сегодняшний день мы уже обучили три потока слушателей. Это общее количество – 113 слушателей. Планируем еще до конца года обучить еще три потока. Цель нашего проекта – это обучение основам предпринимательства безработных и самозанятых жителей Буландынского района. Нужно отметить, что к нам приходят с различными бизнес-идеями. Нужно сказать, что в первом потоке, конечно же, преобладало больше всего животноводство. Но уже во втором-третьем потоке наблюдается рост предпринимателей, кто хочет стать предпринимателем именно в социальной сфере. Очень много проектов, которые направлены на сферу услуг, на предоставление сферы услуг. В связи с этим бизнес-тренерам было принято решение ставить ставку на самофинансирование, то есть развивать ту или иную бизнес-идею без участия финансовых институтов. Или же искать другие источники финансирования. Несмотря на то, что это казалось сложным, ряд бизнес-проектов нашел свою организацию в Буландынском районе. Поэтому те проекты, которые сейчас будут приходить на Бастал, мы будем ориентировать в большей части, наверное, на самомаркетинг, на самофинансирование, ну и привлечение других инвестиций из других финансовых институтов. Планы у нас грандиозные. Мы хотим максимально-максимально в Буландынском районе из слушателей Бастал Бизнес сделать уже качественных устоявшихся предпринимателей. Стоит сказать о том, что потенциал среди сельского населения есть. Самое основное, с чем сталкивается бизнес-тренер в ходе курсов, это неграмота сельчан в финансовых вопросах. Зачастую люди не знают о тех или иных программах господдержки. И одну из своих задач бизнес-тренер видит именно в разъяснении того, на что могут рассчитывать начинающие предприниматели. Изначально, конечно же, приходят к нам на обучение, это люди, которые имеют очень слабые познания в области предпринимательства. Ну и также, конечно, в области вообще законодательства нашего Казахстана. Поэтому на тренинге они уже изначально узнают, сперва бизнес-идею, какую бизнес-идею можно запустить, где они проживают, в сельском округе или в селе, какая рентабельность этой бизнес-идеи. Мы рассчитываем потоки доходов, потоки денежных средств рассчитываем. И таким образом на выходе мы уже даем слушателям знания об реализации именно их бизнес-идеи и о возможности получения максимальной прибыли, исходя из бизнес-идеи. Многие слушатели уже на тренинге изучают и делают анализ конкурентов, изучают минусы конкурентов. Один из слушателей проекта Бастау Бизнеса это Маран Сауджанов. В бизнесе он всего три года. Бывший водитель он решил связать свою предпринимательскую деятельность именно с транспортом. С такой целью он и отправился на курсы. В марте этого года я обратился в Буландынский филиал, палат предпринимателей Ахмолинской области. С просьбой помочь, получили кредиты для приобретения спецтехники. Здесь мне посоветовали просто пройти обучение по проекту Бастау Бизнеса. Я записал сразу на первый проект. Обучаюсь, ну длился где-то месяц, длился все обучение. Но за это время я все узнал. Оказали юридическую помощь, как предоставленные договоры. По расчету поведения грузоперевозок. Помогли сделать конкретные расчеты мне по успешному ведению бизнеса. Мы соседшие, что этот бизнес будет выгодным в нашем регионе. Так через наш регион проходят трассы и тюканского значения, поэтому у нас вообще, у нас здесь все развито. Помогли мне, в общем, а также в сборе документов помогли. Ребята хорошие специалисты у нас районные. Молодцы ребятами, спасибо за это. Через 15 подвески я получил кредитование 12 миллионов. Приобрел себе погрузчик, фронтальный погрузчик. И вот сейчас у меня есть договоренное намерение, которым я собираюсь его поставить. И вот сейчас вот нанимаю водителей. На сегодня он уже достиг своей цели. Теперь он намерен развить свое дело. Еще один слушатель курсов «Бастау бизнес» Гани Ахметова. Гани – личность творческая. Долгое время не могла найти себя. Идея заняться бизнесом ее посетила давно. Только вот с выбором вида деятельности определиться она не могла. Опыт она набиралась, набиралась. Потом я решила заниматься украшениями. Украшениями я занималась вплотную. У меня даже были заказы, хорошо шло все. А потом я решила, мама, все говорили, давай-давай, бутик открывайте. Откроем тебе этот, будешь там сидеть, тебе будут заказывать. А потом, когда я пошла в палату предпринимателей, там уже как-то я так смотрела, так смотрела. И что-то это… Ну, украшения, что это? Везде же есть украшения. И я решила, что вот самый выгодный это будет пошив авточехов. Тем более в Казахстане, это только в Алмате есть. И то они заказывают из Китая. Определенность наступила в момент, когда Гани услышала о проекте «Бастау бизнес». Работая с ней, бизнес-тренер помог Гани определиться с выбором. Таким образом, героиня нашей передачи смогла наладить бизнес, не прибегая к сторонней помощи. В ходе тренинга к нам по второму потоку обратилась девушка, Гани девушка. Она планировала получить кредит. Но, как все слушатели наших, она говорила о том, что у нее отсутствует залоговое обеспечение. Мы проводили тренинг с тематикой «Выбор бизнес-идеи». И когда мы прошли теоретическую часть вопроса, у нас есть такой пункт, как практическое обучение. Практическое обучение включало в себя уже непосредственно анализ по месту жительства, идеи, которые нету, и идеи, которые принесет какую-то прибыль. И в ходе практического обучения уже Гани, она извела такую инициативу начать пошив авточехлов. Когда мы начали анализировать конкурентов, рынок конкурентов по пошиву авточехлов, мы поняли, что даже в Акмулинской области таких конкурентов очень мало, не считая у Абаландыском районе. Далее мы, Гани сделала несколько эскизов, эскизов дизайнов авточехлов, причем сами идеи по эскизам и дизайнам авточехлов у Гани рождались в геометрической прогрессии. Это было очень интересно, и это было, знаете, в таком формате, что видно было огонь в глазах, которых у нее был, когда эта бизнес-идея пришла в голову. В конце апреля этого года я обратилась в Болондынский филиал «Палата предпринимателей». Я с самого детства любила рисовать и заниматься искусством, создавала украшения своими руками и хотела открыть дело украшения ручной работы. И в этом консультанты ЦПП посоветовали мне пойти на обучение «Обостал бизнес». В ходе обучения бизнес-тренер дал домашнее задание. В ходе домашнего задания бизнес-тренер дал нам изучить, какой бизнес наиболее выгоден в нашем районе. Мы решили производить авточехлы, то есть эксклюзивные авточехлы с национальным колоритом. И не только так, с национальной привязкой. Я хотела полностью взять все национальности. Не только казахские орнаменты создавать, я ингушей, например, для ингушей, для русских там свою. Я создавала уже в ходе обучения, рисовала эскизы и выставляла их в социальных сетях. Там откликнулись одна фирма с Астаны, и они уже привезли мне материалы, и я им шила уже оптом, как сказать. Мама мне купила швейную машинку, и даже подарили мне предприниматель, бесплатно подарил одну швейную машинку. И мой бизнес пошел потихоньку, потихоньку. Я своими силами, не занимая никого, не взяла даже кредит, а просто сами шью. Начинаем свой бизнес. Спасибо палате предпринимателей. Я благодарна всем за помощь, моему бизнес-тренеру за его поддержку. Он первый в меня поверил. Я ему очень благодарна. И всем, кто оказал мне поддержку, верил в меня. Сейчас Гайне практически наладила клиентскую базу. Благодаря соцсетям о ее продукции узнали далеко за пределами района. Опыт и образование, а также творческие способности самой Гайне позволяют ей выполнять самые разнообразные заказы. Клиенты, не желающие покупать однообразные товары в магазинах, ищущие для себя индивидуальные изделия, попадают, так сказать, по адресу, обращаясь к мастерице. Наша героиня уже работает с несколькими автомагазинами Кокштаба, Остана и Щучинска. Заказы я получаю от людей, которые сами ко мне подходят, заинтересовались в интернете, например. И вот одна девушка подошла, говорит, что хочет, сама принесла мне с интернета какое-то фото, и по нему я вот шью ей. Она сказала, мне нужны подушки, и с бархата сшить ей авточхол, и полностью его оформить. Там руль тоже будет оформлен, полностью ее на сиденье, вот это все. Таких, как Гайни Ахметова, в ходе проекта «Бастал бизнес» оказалось немало. Даже появились те, кто, открыв свой бизнес, планирует помочь рукодельнице. Один из них – Дюссинбай Толеу. Сейчас будущий предприниматель ищет финансовый институт, который поможет ему в реализации проекта. Мы с дочерью проходили обучение по программе «Бизнес по столу», и в ходе занятий размещаешься, на что можно вкладывать свои идеи, что можно открыть. И в ходе занятий узнали, что Гайни собирается шить авточехлы. И тут стал вопрос, чем мы можем помочь ей. И вот решили мы тоже запустить как раз покупаем лазерный станок и будем резать разные вещи для товара, для творчества, можно сказать так. Узоры разные, надписи, тексты разные. И можно резать из фанеры, из кожи, из фетра. Собираем бизнес-план, все готовим, сейчас собираемся дать заявку на получение кредита через фонд финансового поддержки сельскохозяйства. Если там не получится, то берем уже меньшую сумму через саму эту фирму, которую сейчас ведут переговоры по предоставлению товарного кредита. Бизнес помог нам в том плане, что мы уже стали смотреть на вещи более реальные, более функциональные, можно сказать. У Гайни же плана дальнейшее расширение, но в первую очередь, по ее словам, ей необходима более прочная швейная машинка. Тот аппарат, который у нее есть, не предназначен для шития авточехлов. Поэтому ей приходится некоторые операции проводить в Астане. Если вопрос решится, то у Гайни будет больше времени для выполнения заказов. Я хочу открыть ателье или завод, может быть, даже здесь, в Макинске, чтобы люди со всего Казахстана не заказывали там, в Китае где-то или в Кыргызстане, чтобы он у нас был здесь. И у меня много идей. Идей много, очень много. Таких авточехлов я хочу производить, которых вообще не было никогда. Может быть, не в Казахстане, может, даже в мире. Я так хочу. Спонсор нашего телепроекта Народы Банк Казахстана также намерен поддерживать развитие малого и среднего бизнеса. На вооружении у этого финансового института есть целый ряд программ. На сегодняшний день в Народном банке действует программа кредитования «Хлых предпринимателей», предназначенная для кредитования действующих предпринимателей. Основными условиями программы является финансирование индивидуальных предпринимателей, действующих в интересах крестьянских фермерских хозяйств и юридических лиц, без отраслевых ограничений. Основными целями кредитования являются на пополнение оборотных средств, на приобретение расходных материалов, сырья, инвестиционные цели, на приобретение оборудования, автотранспортных средств, также приобретение строительства коммерческой недвижимости. Возможно, финансирование на рефинансирование действующей непросроченной задолженности из других банков. Максимальный срок кредитования составляет до 7 лет. Максимальная сумма кредитования составляет до 200 миллионов тенге на одного заемщика. Ставка финансирования составляет от 14,5% годовых и зависит от целей и сроков кредитования. В качестве дополнительного обеспечения принимаются автотранспортные средства, оборудование, товарно-материальные запасы. Заявки до 35 миллионов тенге рассматриваются по упрощенной системе рассмотрения. Срок рассмотрения данных заявок составляет до 9 дней. Мы будем рады видеть вас в центрах продаж малым бизнесу Народного банка. К новостям Палаты. В Акмолинской области создана Ассоциация Туризма. Главная цель организации – развитие туристского потенциала региона. А ее задачами является повышение уровня профессионализма и качества предоставляемых услуг в сфере туризма, продвижения туристских продуктов. На сегодняшний день участниками Ассоциации являются 24 субъекта туристского бизнеса нашего региона из числа турфирм, отелей, санаторий, зон и центров отдыха. На данный момент участники Ассоциации работают над визитной карточкой Акмолинской области. Портрет региона будет включать туристские ресурсы, климатические условия, виды туризма, места размещения и питания и т.д. Ожидается, что созданная Ассоциация станет эффективной площадкой для обсуждения и определения региональной политики в сфере туризма, представительства и защиты интересов организаций и компаний туристской отрасли, обеспечения взаимовыгодного сотрудничества между членами этих организаций и местными исполнительными органами для решения проблем развития туриндустрии и экономического потенциала региона в целом. Уважаемые предприниматели, по всем имеющимся у вас вопросам вы можете обратиться в Палату предпринимателей. Эксперты Палаты ждут вас по адресу город Кокшта, улица Абай 96, контактные телефоны 72 25 35, 72 25 37 или 72 25 43. На этом мы с вами прощаемся, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин